Весна священная Татьяна Боганова на музыку Стравинского Не знаю, заняты ли в этой постановке Ваши ученики Как Вы относитесь к тому, что балет Большого театра Классический, балет, воспитанный в классических традициях Делает что-то для себя Вот такое неожиданное Я не знаю, это замечательно Потому что всегда вот Какие-то другие течения, кроме Классики, да, они должны быть Тем более в наше время Когда трупы молодые, понимаете Им это интересно, безусловно Во-первых, работа с разными хореографами Конечно, интересно Я думаю, вот с Татьяной Богановой Конечно, трупы, так сказать, впервые встретились Вот, и мы уже, так сказать, посмотрим Ее работу, да Вот, идет работа, спектакль на выпуске Вот, я думаю, что это интересно Татьяну Боганову я слышал Не так очень тесно знаком С ее творчеством Но я очень много слышал хорошего И о ее интересных работах Я знаю, что она обладатель вот за свои спектакли Золотых масок У нее две золотых маски Значит, это не случайно, да Не случайно Вот, и поэтому И мне тоже даже интересно Мне очень интересно посмотреть Вот, как, так сказать, произошла ее первая встреча С нашим коллективом Потому что коллектив для нее такой необычный Необычный, потому что у нее своя труппа А когда своя труппа Да еще, вот, так сказать Человек, который ставит вот в этих направлениях Да, потому что Это очень важно, да Когда есть своя труппа Потому что они ее понимают Когда авторская такая труппа Да Вот здесь, здесь вот тот случай И поэтому очень интересно Чем закончится эта работа А скажите Я знаю, что вы сами пишите музыку И вообще вы музыку очень любите И всегда любили Насколько важно, что это именно музыка Стравинского И в своем творчестве Сталкивались вы с музыкой Стравинского И насколько для артиста балета Вообще важно, какая музыка звучит В тот момент, когда ты находишься на сцене Ну, то, что я пишу музыку Конечно, это громко сказать Это мое увлечение Да, я действительно немножко пишу И сотрудничаю с оркестрами И с певцами Мне это очень интересно Это моя такая творческая отдушина Такая, знаете, которая меня сохраняет В этом мире Вот Но я должен сказать, что Ну Знаете, для меня, например Все виды музыкальные Они чрезвычайно интересны И я вообще мелодист По своему сердцу Я вообще мелодист Но все-таки вот такие произведения И такие композиторы Это Это Впечатляет Потому что вот музыка Стравинского Она, так сказать, на моем слуху Она, конечно, еще вот, так сказать С первых лет моих работ в театре Потому что в нашем театре Шел спектакль Весна священная Поставленный Касаткиной и Василевым Хореографами Нашими прошлыми актерами Вот И поэтому у меня и на глазах Этот спектакль, безусловно И это звучание музыки И оно меня тогда впечатляло Это звучание, понимаете Вот в этой необыкновенной Такие ритмы Это вот такая рубленная музыка Сегодня, пожалуй, вот Стравинский В том времени Это, пожалуй, наверное Вот я сравнил бы в нашем времени Такие есть композиторы Современных течений Ну, конечно, это Ушедшие от нас и Шнитке, да И, конечно, Губайдулина, Денисов Вот это вот композиторы Такого направления, да Они современные композиторы И я тоже часто их слушаю И пытаюсь понять Пытаюсь понять Потому что это Не так-то просто, да Не так просто для уха Вот Это надо быть особо Я не знаю Какую-то иллюдицию иметь музыкальную И интерес к этому, конечно Безусловно Безусловно И поэтому Но Весна Священная Это уже как бы классика Вот такого современного Музыкального жанра, да И вы знаете, что интересно Что вот своими ритмами И своим каким-то выражением Вот настроения Через эти ритмы, да Он остается как бы современным Он остается вот композитором Как бы сегодняшнего дня Вот удивительно А ведь тогда он трудно очень воспринимался Он практически пионер Этого направления, да Пионер И вот Вот поэтому Прекрасно, что вновь музыка звучит На сцене Большого театра Если будет Такое соединение Если попадание будет Знаете, что очень важно Очень важна хореография Когда совпадает Вот С композитором С его, вот так сказать С средствами музыкальными, да То тогда это прекрасно Как вот Ну вы когда сами были артистом на сцене Вам важно было, какая музыка звучит? Или вы только помнили саму хореографию И уже когда оказывались на сцене Не обращали Ну такого какого-то подлинного внутреннего внимания На ту музыку, которая Вы знаете Хореография И если я бы так сказал И танец Да без музыки не может жить Потому что музыка первична Потому что музыка дает, да Импульс Для хореографа любого И даже вот я Я вот педагог Я все равно иду от музыки Для меня чрезвычайно важно Кто у меня концентр в зале Вот как он играет Какое вкладывает настроение Какие темпы И какие музыкальные произведения Он берет в основу, да Потому что ведь это тоже настроение Это тоже настроение Это для меня Это просто вот первичное Понимаете Когда я приезжаю Даже за рубеж преподавать Меня прежде всего Это волнует вопрос А концентмейстеры у вас Кто? Что? Да? И я вхожу в зал У меня есть волнение Вот И когда первые звуки И я понял Что меня понимают И мы вместе В тандеме Таком чувствуем друг друга Вот ту ритмическую структуру Своих комбинаций Которые я задаю И я вижу Как человек Вот в данном случае Концентмейстер Он это воспринимает И все Здесь я сразу спокоен Потому что вообще Для меня музыка Это очень-очень важно Очень важно И я думаю Что музыка Дает эмоциональное настроение А для меня Актер на сцене Просто если это механика Да, он выполняет Просто движение Для меня это не искусство Не искусство Вот когда я вижу Когда этот актер Чувствует музыку И вот эмоционально Передает Это импульс идет Он идет в зрительный зал И в данном случае И ко мне тоже Тогда я Я просто радуюсь Я радуюсь Что я вижу Настоящего артиста На сцене Борис Борисович Вы выдающийся педагог Вы работаете по всему миру Я это знаю Вас приглашают И в Лондон И в Амстердам И в Париж И в Японии Вам всегда рады А вот как формировался Ваш талант Именно как педагога С чего это все начиналось Как Вы к этому пришли Потому что все-таки Это особый талант Это совершенно не факт Если даже ты премьер Или первый артист Что у тебя будет этот талант Пушкин никогда не был премьером Но был выдающимся педагогом Ну вы знаете Со школьной скамьи Со школьной скамьи Формировались мои такие Педагогические взгляды И конечно мне повезло в жизни Толкнул меня в это море Педагогики Моя педагог Незабвенная для меня Незабываемая Елена Николаевна Сергеевская Потому что я считаю Вот то что я состоялся В искусстве В искусстве танца Я думаю что Вот это благодаря ей И мое счастье Что такой педагог у меня был И вот она меня Не только так сказать Учила Азам Вот так сказать Техники классического танца А она уже во мне Увидела вот какие-то способности Я не знаю Как это смогло Как она смогла это Понимаете Ну у нее тоже видимо Какое-то внутреннее чутье было Да И она меня вот в это море бросала Со второго класса Я учился На экспериментальном отделении Это 6 лет А основное отделение 9-летнее обучение Я пришел в 12 Поздно Да И Вы знаете Уже сознание у нас было Несколько другое Чем у ребят в школе Которые начинали с 9 лет И где-то уже во втором классе Она очень часто Я уже это помню В моей памяти это осталось Она очень часто Вставала и говорила Дорогие друзья Меня вызывает Значит Я должна уйти И смотря на часы И всегда говорила Боря продолжай урок Как потом уже Когда я вырос И она для меня стала Уже не просто педагогом А моим другом Товарищем Да Как-то второй даже мамой Вот Что необыкновенно И Она мне говорила Боря Ну я же тебя бросала Просто так Я никуда меня не вызывали Никуда Потому что я просто выходила Так немножко Посидела в коридоре Да Немножко отдохнула И опять входила Я пыталась Тебя вот так сказать Вот сразу Без подготовки Да Без подготовки И как-то Как-то вроде бы Я понимал Всю серьезность этого Да И все дальше Так чуть-чуть Это вот так сказать Она экспериментировала Развивалась Когда наш класс Она упросила Взять наш класс Последние два года Уже чтобы выпустить нас Конечно Она уже женщина Не могла Нас научить Вот таким вот Сложностям Да Классического танца Она уже попросила Марис Эдуард Челиепа Это был единственный Его класс Который он выпустил Больше у него Не было класса Да Он дальше преподавал Несколько лет Дуэтный танец Только Вот И чисто вот Классический танец И вот такая Класс Это был его единственный И Она его упросила И вот Он волновался Потому что Он был очень активно Задействован В репертуаре театра У него было очень много репетиций И он ей говорил Что я не смогу Уделять столько внимания Да Вот этому процессу Педагогическому Она сказала Не волнуйся Они очень сознательные ребята И есть Боря Есть Боря Который может Да Так сказать И дать урок Не волнуйся Вот все Какие задания Скажешь Все будет сделано Да Они очень сознательные И действительно Он часто приходил Я помню даже Такие моменты Когда здесь шли Генеральные репетиции Уже Предгенеральные А потом Генеральные легенды О любви Он исполнял Партию Фархада И был действительно Основной исполнитель И Он приходил Перед уроком За несколько минут И он говорил И так я уже Это на юморе Это был такой юмор И сейчас это очень так Воспринимается Очень трогательно Да Я вот так сказал Трогательно И он говорил Вы знаете Я пришел сказать Что я должен уйти Вот так И он мне говорил Боря Старик Он говорил Давай И значит Боря начинал И вот так было А потом театр Уже знали Что я могу Что-то дать Если старший Вот заболевал Педагог У меня в театре Был педагог Алексей Николаевич Ермолаев Легендарный Да Вот танцовщик И педагог И балетмейстер Да Вот И Если он заболевал То если Старших товарищей Никого не было То ребята Мне предлагали Боря Дай урок Я так давал И постепенно Вот это мышление Оно так развивало Меня развивалось И я У меня начался Поиск Вот своего Потому что На пустом месте Ничего не бывает Вот В то время Были замечательные Педагоги Ну и в это время Я не хочу сказать Что в это время Нет А в то время Были такие Интересные Индивидуальности Такие яркие Как вот бывает На сцене Артисты Индивидуальности Так и в педагогике Это очень важно было Например Асав Масерер Знаменитый педагог Да Так сказать Весь мир его знал Да У него свое направление Алексей Алексеевич Варламов Свое направление Такое Как мы назвали Старомосковская Такая школа Да Вот И Алексей Николаевич Ермолаев Это вообще Какая-то Фантазия моря Это бунтарь такой Как он был на сцене Так он И в классе Его уроки Это невероятное что-то Невероятное Его лучшая роль Бог в Аю Да Да Потрясающе Да И конечно И вот Все это шел анализ Я все время анализировал Я знал его уроки Ходил иногда И к Варламову Конечно Асав Михайлович Но вот Ермолаев Это что-то необыкновенное Да И вот это вот Вместе Вот какой-то Знаете Вот анализ Всего этого И я конечно Включал свое Так сказать Мышление Мне хотелось Вот как-то Все хорошее Конечно Опираться на все хорошее Что я увидел Да И понял Оказывается И так можно Оказывается По-другому Можно Понимаете Вот И вот так постепенно У меня вырабатывался Какой-то свой метод Свой стиль Он видоизменялся Все время Да Все видоизменялся Вот Меня это Чрезвычайно Заинтересовало Потом был ГИТИС Я закончил ГИТИС Был приглашен Ростиславом Захаром Заведующим кафедрой Знаменитым Ростиславом Захаровым Приглашен Значит на кафедру Преподавал Около 10 лет На кафедре Вел разные предметы Разные Но все это Педагогика была Понимаете И вот для меня Это было чрезвычайно Это такая была школа И Я работал и с детьми И потом А потом уже Вот так сказать Когда я заканчивал танцевать Вернее Гастроли Большого театра Я очень часто давал уроки В гастролях Меня просил Юрий Николаевич Григорович Вот ты выезжаешь Танцуешь И давай уроки Да Я давал уроки Уже трупа как-то знала Что я могу Это И постепенно Вот когда Перед тем Как уже закончить Свою танцевальную карьеру Уже Юрий Николаевич Григорович Мне предложил Вот так сказать Пробуйте уже Свои силы Здесь в театре А потом уже пошла Международная Вот педагогическая Моя деятельность Да Вот Но все равно Я все время Трансформируюсь Я своим ученикам Говорю Дорогие друзья Раньше Начинайте Раньше Понимаете Вот надо обязательно В это войти Как мы говорим В этом вариться надо Да В этом вариться надо Потому что Так просто не бывает Вот вы заканчиваете И пусто кругом Да И вы начинаете Думать А как А как Когда ты работаешь Приходишь Каждодневно в класс В 11 часов В 10 часов Ты не задумываешься Ты просто встаешь И делаешь Те задания Которые дает педагог А вот потом Когда действительно Вот у тебя все заканчивается Что делать Да И ты оказывается Понял Что Все прошло Просто так Мимо тебя И ты ничего не взял Да Ты ничего не анализировал Не пробовал себя Ни в чем Да Вот это Вот здесь бывают Трагические моменты И очень хорошо Когда ребята Параллельно Все-таки пробуют Свои силы Кто-то старит Может быть Да Постановки делает Кто-то вот Занимается педагогикой Борис Борисович А вот ваш класс Он действительно всемирно известен Класс Акимова И все на него ходят Но это скорее мужской класс И вы работаете В общем-то Уже со сложившимися мастерами Но с этого начинается Каждое утро артиста Что для вас Самое главное на классе Вот что вы пытаетесь За этот час С людьми Которые к вам приходят Сделать? Ну во-первых Класс идет утром Надо разбудить Разбудить физически И разбудить интерес На весь день И я как говорю И в то же время Физиология Я же завязан с физиологией И знаете Как вот связки Которые вот Ты спал Да Утром встал Знаете Вы понимаете Как вот говорят Надо гимнастику сделать Надо вот эти все узлы Все развязать Но развязать как? Спокойно Не резко Да Это тоже Я своего рода Знаете Это какой-то Здесь есть Вот как вот Такой врач Да Вот как врач Который вот должен настроить Вот я должен настроить Настроить эту скрипку На целый день Целый день И вот как это сделать Как это сделать Чтобы это было мягко Незаметно И что самое главное Атмосфера Вот для меня очень важно Для меня вот Не только педагогика Связанная с движениями С комбинациями Да Вот со всеми А для меня очень важна психология Так же как я и выезжаю Так же как и здесь Психология Если я знаю Что у ребят Трудный день Если я знаю Что вообще Полоса такая Очень трудная Идет много репетиций Вы понимаете Они приходят Они вот Тело это тяжелое Да Входит в зал Да Им не хочется начинать Они часто садятся на пол И понимаете Вот прям вот Ждут того момента Значит Прям вот Оттягивают этот момент Когда педагог скажет Ну что Все Встали Да Начинаем Да И вот Понимаете И вот здесь Вот очень важно Как создать атмосферу Легкости Внесения Может быть Что-то с юмором Понимаете Скажешь Да Вот Что-то обязательно Понимаете Чтобы у них появились улыбки Все Мы немножко посмеялись Вот это очень важно Вот это вот чувство ощущения Вот это чрезвычайно Для меня важно И поэтому Когда я даже приезжаю за рубеж Оказалось Новая труппа Ты не знаешь Как тебя примут Самое главное Ты можешь блистательно Комбинации давать Все Да Но оно не будет так восприниматься Ты должен войти Открыто к ним Да Ты должен их к себе расположить Это искусство целое Это искусство Вот так же как дирижер Да Входит в оркестр Может быть Три профессионала Да Но все Да разные Один входит И все Ты не знаешь К чему так звучит оркестр А вроде все то же самое Да Потому что вот Открывает человек все Идет импульс Знаете И такое вот А вот ваши ученики Они конечно Технически великолепно Справляются со своими образами Но у них у всех Есть одно такое качество Именно у ваших учеников Ответственность по отношению К профессии Я не знаю почему Как вы с ними работаете И что вы вообще передаете Ученикам Которые в принципе Правда уже приходят После школы Они как бы технику Вроде бы и знают В какой-то степени Но вы все равно должны работать Уже с в общем-то Состоявшимися мастерами Вы знаете Ну я наверное сам Такой по природе Я очень ответственный человек Я очень ответственный Я всегда Всегда все продумывал Всегда очень готовился Ко всему Будь то спектакль Будь то какой-то Да там концерт Или что-то Я все Вообще у меня все время Идет процесс Да все время И фантазии процесс Да и вот сочинительство Процесс И вообще обдумывание То что ты делаешь Да процесс обдумывания Мне всегда очень интересно У меня внутри Все время идет жизнь И поэтому У меня такой там вот Микромир Как мне кажется Поэтому мне всегда интересно жить Валерий Борисович А почему столько лет Ваши все-таки связаны Именно с Большим театром Столько лет Вы могли работать в любой стране На самом деле Да и были предложения Да были предложения Да были предложения И мне очень нравится Вот куда я выезжаю Эти театры становятся Как бы тоже частью моей жизни Да они моими становятся Понимаете Есть вообще театры Которых я Представляете 20 лет например Работать в Ковангардне Да Или там в Японии Да 20 с лишним лет Конечно уже там друзья И уже атмосфера Она очень близка мне Да И казалось бы Действительно я бы мог Да Потому что сейчас время Тем более время вообще открытое Время свободное Да нет проблем Да нет проблем Конечно проблемы есть Потому что взаимосвязь Вот с семьей Родители Да мои родственники Да все Друзья Конечно это вот Вот это да Только проблема А так в общем жить Да можно и работать Да К чем обусловлен Ваш выбор все-таки Да Я даже не задумывался Для меня как-то большой театр Может быть вот он И является тем аккумулятором Вот для меня Понимаете Я бы вот так сказал Я все-таки все время У меня вот я работаю Замечательная атмосфера Но меня опять тянет Конечно мои ученики Которые все время звонят И я им звоню Ну как вы там Да это всегда И конечно меня всегда тянет обратно И я приезжаю И знаете вот Вхожу первый день И как-то какой-то выдох Знаете Вот я попадаю опять в свой дом Второй свой дом В эту атмосферу И опять я аккумулируюсь И опять аккумулируюсь Здесь набираю И кстати вот здесь Вот мы уже говорили о том Что я немножечко сочиняюсь И я люблю здесь уединяться в залах Наедине с инструментом оставаться Вот что-то искать Порой допоздна Да И вот меня это вот так вот Как-то успокаивает Это все Просто необыкновенно Необыкновенно И я пожалуй Я вот без этой атмосферы И я просто не мыслю О своей жизни Алис Борисович Я хотел бы последний вопрос Наверное задать Вот сейчас был создан худсовет И не все знают про эту организацию Не все понимают до конца ее функции Вы ее возглавили И раньше я думаю бывали Разные худсоветы в театре Это ведь не новое такое начинание Можно в двух словах рассказать Что это такое худсовет Кто туда вошел И какова его цель Ну худсовет действительно Это не новое начинание И мне вот так сказать Прожившему долгую жизнь В большом театре Это знакомо Знакомо Были худсоветы И также мы обсуждали И спектакли И особенно после генеральных репетиций Были такие довольно бурные Иногда обсуждения Ну вы знаете Такой орган Мне кажется Это орган Хороший для театра Ну если он конечно Так сказать Запульсирует И будет работать Потому что Ну почему Мнения должны быть Разность мнений Она дает Я считаю Всегда хороший результат Почему не поспорить Не подискутировать И какие-то могут быть Разногласия В этих спорах Но все-таки Все-таки рождается Как говорится Истина И мы приходим К результату Это может Оказать очень хорошую помощь Хорошую помощь В частности И нашему руководству Балета В решении Каких-то Таких творческих вопросов Почему не поговорить О спектаклях Которые мы принимаем К постановке Тех хореографов А может быть Кто-то из художественного совета Сделает какое-то Интересное предложение Это тоже замечательно Надо тоже включаться Членом художественного совета Обязательно Потому что И делать какие-то Свои предложения Вопрос другой Конечно Руководство должно решать И за ними Последнее слово И так должно быть И ни в коем случае Не надо подменять Потому что Если одно будет Подменяться другим Понимаете Тогда не будет Не будет Вот будут какие-то Такие разногласия Мне кажется Здесь вот очень точно Каждый должен знать Чем он занимается Понимаете И тогда Будет мне кажется Все хорошо И все в порядке И то что туда вошли Вот такие Уже наши Мэтры педагоги И вот Педагоги среднего поколения Ну может быть Дальше Художественные советы Может как-то Видоизменяться Да Имея ввиду Составить членов И вот там Войдут какие-то И более молодые люди Да Это все может быть В этом процессе Это нормально Это все нормально Абсолютно Не надо все время Как-то так сказать Обострять Да Эти все ситуации Мне кажется Жизнь идет И все в жизни Меняется Вот И в процессе работы Мы посмотрим Что хорошо А что плохо И А может быть Как-то надо Видоизменить работу Да Худсовета Вот Это покажут Наверное Первые заседания И первые Так сказать Вот Дни нашей работы Они покажут Обязательно Все Дамы и господа Мы были в зеленой гостиной Большого театра Сегодня нашим гостем Был народный артист СССР Выдающийся педагог Руководитель художественного совета Большого театра И в течение многих лет Премьер этой труппы Борис Борисович Акимов Спасибо Спасибо Очень приятно Спасибо